Компания «Лукойл» принимает заявки на участие в 18-м конкурсе социальных и культурных проектов. Документы можно подать до 25 марта. Впервые конкурс прошел в Республике Коми и Ненецком автономном округе в 2005 году. За всю историю в нем приняли участие более 2000 проектов. Свыше 500 из них стали победителями. Среди них и проекты, реализованные в учебных заведениях нашего региона. Восьмиклассник Глеб Колтаков научился технике игры на классической гитаре еще в начальной школе. А пару лет назад решил освоить и электрогитару. Так как я на гитаре, на той классической, ну хорошо достаточно играю, то на самом деле, конечно, техника различается, техника медиатора. Сначала было достаточно сложно, но потом уже постепенно проглухаешь и довольно уже нормально получается. Для обучения и развития детей в любой области недостаточно только таланта и опыта преподавателя. Без современного оборудования в образовании никак. Гитары для детской школы искусств были приобретены на средства гранта в рамках конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». А в 2020 году проект «Поддержка одаренных детей» образовательной организации также стал победителем в одной из номинаций конкурса, благодаря чему было закуплено озвучивающее оборудование. И мы очень рады, что наш проект признан победителем, очень благодарны публичному акционерному обществу «Лукойл» за такую социальную деятельность. И сбылась наша мечта, мы хотели приобрести именно компактную озвучивающую аппаратуру, чтобы можно было пользоваться ей как в классе, в нашем зале или вне стен школы на каких-то выездных концертных мероприятиях. Компактная акустическая аппаратура состоит из микширного пульта и двух колонок. Ну, у меня были другие обычные настольные компьютерные колонки, вот и справлялся с ними. Но когда появились эти, звук стал намного лучше, громче, и мы с ребятами намного эффективнее смогли заниматься. В этом году подать заявки на участие в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл» можно до 25 марта. На конкурсе рассматриваются заявки по трем номинациям – экология, духовность и культура и спорт. Сумма финансирования одного проекта составляет от 50 до 400 тысяч рублей. Обязательным условием финансирования является вклад собственных средств организации заявителя в размере не менее 30% от запрашиваемой суммы. Проекты, получившие грант, должны быть реализованы в течение года.